Друзья, я приветствую вас на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня буду отвечать снова на ваши вопросы. У нас сегодня факт по программированию. Ну, факт в хорошем смысле. И опять же, серия уже номер шестая. На сегодня шесть вопросов. Вопросы на самом деле очень интересные. Особенно есть один, который меня прямо зацепил. Посмотрим некоторые анимации. Вас призываю подписаться на канал. Сделать донат в конце концов. В общем, разный уровень подписки дают разные возможности. Вам хорошего просмотра и поехали. И на сегодня у нас, друзья, шесть вопросов. Вот первые три и вот еще три. Давайте перейдем к первому вопросу и начнем давать ответы. Итак, вопрос номер 201. Сегодня он первый у нас. Если бы вам пришлось делать фреймворк и не только бэкэнд, то какой бюджет фреймворк вы бы выбрали? На самом деле это сложный выбор. И в том смысле, что существует большое количество фреймворков. Есть старые, есть новые, есть более современные и мощные, есть более простые, есть компонентные. Их очень много и я бы на самом деле сделал выбор в пользу Aureli. Потому что когда-то, на самом деле, давным-давно, я перепробовал большое количество фреймворков. View, Angular, React и даже Meteor. И был нокаут, если помните такую штуку. В общем, много чего перепробовал. Одно время я писал на Durandal.js. И этот фреймворк совмещал в себе простоту и на самом деле эффективность. Aureli я бы выбрал по той причине, что у него очень близко к концепции MVVM. И все так или иначе, например, View, фреймворк в какой-то пятой версии, только начал реализовывать те фишечки, которые были в Aureli. Aureli не получила сильного распространения, потому что в какой-то момент автор ее сказал, что все хорошие курсы я буду давать за деньги. Но это не суть. Возвращаясь к вопросу, то если бы мне предстояло делать какой-нибудь UI, то я бы делал его на Blazir. А если бы требованием обязательно было бы использовать JS, ну JavaScript, то я бы использовал Aureli. Вот, наверное, вот такой вот ответ на этот вопрос. Вопрос номер 202. Расскажите про паттерн наблюдатель и реактивное программирование. Используется оно сейчас? И какие могут быть сценарии использования для использования Netcore приложения? Ну, используется ли оно сейчас? Если будешь совсем точным в вопросе формулировки, то я на самом деле не знаю. Наверняка используется. Есть фрамворки, которые построены на принципе паттерна, на принципах его работы. Другое дело, что у меня в определенный момент времени он не очень зашел, потому что другой принцип построения приложения для этого нужно использовать. Если говорить про использование для ASP.NET Core, ну, вряд ли, наверное, это можно сказать, что это на ASP.NET Core. Скорее всего, наблюдатель может... Ну, опять же, давайте смотрите так. Паттерн AppServer можно применить и на бэкэнде, и на фронте. И, собственно, если говорить про JS, JavaScript, то есть целые фреймворки, утилиты, библиотеки, которые вот этот вот паттерн реализуют. По поводу того, что используют ли его сейчас или нет, ну, это вопрос моды. Наверняка где-то, так сказать, в старых проектах, да, скажем так, в Legacy проектах, он используется и в одно время он очень сильно нашумел. Там есть свой образ программирования, есть свои принципы, есть некоторые нюансы, и их нужно понимать, чтобы применять именно вот этот паттерн, особенно на JS. Ну, а если говорить про ASP.NET Core, то, ну, не знаю, наверное, неким подобием того, реализации этого паттерна, является там система абентов, возможно, да, и, наверное, Publisher Subscriber, вот паттерн, вот этот PubSub, как называемый, тоже в какой-то части реализуют этот функционал. Используется или нет, я, наверное, уже ответил, не сталкивался уже давным-давно с этой реализацией на каких-либо бэкэндах, ну, а могут быть сценарии... Ну, скорее всего, это SPA-приложение, если говорить по сценарии. Вопрос номер 203. Сейчас используется Blazer в больших проектах. Есть ли развитие этой технологии или еще Blazer удел в небольших проектах? Ну, так говорить нельзя, в том смысле, что Blazer это не панацея, и, возможно, даже не решение для больших проектов, хотя надо сказать, что есть большое количество сайтов. Просто сделайте запрос в Google, например, Build on Blazer, и вы увидите большое количество сайтов, где есть целые галереи, которые показывают, что сделано на Blazer, и они очень разные, и начиная там от простых и заканчивая очень-очень сложными. Суть сводится к тому, что Blazer делался для чего-то, а не для того, чтобы быть первым. То есть, вот есть технологии, которые две используют, SignalR и WebAssembly для работы с Blazer, и даже в этом смысле нужно ту или иную использовать в том или ином случае. Развитие технологий, безусловно, есть. Когда вышел Blazer, была принята попытка управлять разметкой из C-Sharp. И вот Blazer вот эту концепцию в какой-то мере реализовал, и появились потом библиотеки Blazer и компоненты Blazer. После этого дальше пошел шаг в сторону MyUI. Это когда мультиразработка под разные платформы. И там в каком-то степени тоже может использоваться Blazer. И Blazer дальше шагнул в сторону out-of-browser, так называемых приложений. То есть технология очень сильно развивается, и семимильными шагами идет вперед. На базе Blazer строятся не только в премворке, но и целые новые платформы. Опять же, MyUI декларативная разметка. Когда вы пишете, для веб-разработки это Blazer, для мобильной разработки это MyUI. Ну, в принципе, там почти, ну почти, да, прям так вот. Очень похоже во всяком случае. Ну и если говорить про большие проекты, на самом деле большие проекты не проблема для Blazer. Суть сводится к тому, что Blazer это всего лишь фреймворк, который делается для SPA. То есть Blazer можно сравнивать со SPA, но только Blazer пишет SPA через США. То есть клиентское приложение на Blazer пишется легко и быстро, особенно для США-празработчика. То есть тут как бы нужно понимать, что каждому инструменту свое место. Небольшие проекты не удел Blazer. Вот так вот скажем. Ну и вопрос номер 204. Как изучить SQL быстро? В своем проекте использую фреймворк. SQL почти не использую, поэтому не знаю, как его внедрить. Но тут на самом деле у меня несколько вопросов. Первый вопрос. Зачем внедрять SQL, ну или SQL? Если у вас уже есть entity framework, тем более вы его не используете. И почему его нужно изучить быстро? И в общем, ну вот на эти вопросы, не знаю на них ответ. Мне, наверное, сложно будет ответить на этот вопрос. Ну давайте тогда вот таким вот образом поступим. Смотрите, на самом деле даже при использовании entity framework можно писать тот же самый SQL. Например, примеры кода у вас перед глазами. Не просто писать SQL, но и всякие использовать процедуры, и параметизированные запросы. И вот ссылка внизу на Microsoft.com, где показано, как это делать. Это с одной стороны. С другой стороны, нужно понимать, для чего нужен entity framework. И, соответственно, с этой концепцией подходить к его использованию. Entity framework создавался как помощь при разработке бизнес-приложений, когда требуется частично, точечно, или так сказать, минимальные запросы делать, получать базы, работать с объектами. И, собственно говоря, entity framework продолжение свое получил в провайдерах, которые могут складывать свои данные в разные, собственно говоря, базы данных. И это дает вопрос о том, что если вы используете entity framework, у вас тогда есть некая абстракция от базы данных, тогда DDD, domain-driven design, работает. А если вы хотите использовать SQL, то тут нужно понимать, что SQL бывают разные. Есть очень такой обобщенный тип SQL, ну, то есть, сам SQL язык. А есть еще tSQL, например, который приверженец и разработанный был Microsoft. Есть PostgreSQL, который, собственно говоря, тоже имеет свои нюансы. То есть SQL и SQL разные. И вот когда вы будете привязываться к конкретному типу SQL для конкретной базы данных, такое понятие как DDD вам придется просто забыть. Потому что в концепции domain-driven design понятие базы данных, собственно говоря, как и front-end, не входит. Domain-driven design – это про бизнес-логику, которая может храниться где угодно и как угодно, и показываться где угодно и как угодно. Вплоть до того, что несколькими вариантами показываться и в нескольких вариантах храниться. Вопрос номер 205. На самом деле этот вопрос очень интересный. И в одно время мне приходилось даже сталкиваться с его реализацией. И на самом деле здесь нужно понимать, что ответ один, и он простой. И нужно его, в общем-то, озвучить. Давайте тогда перейдем к этому вопросу. Расскажите об организации приложения JavaScript front-end plus backend, которое должно работать в разных числых поясах. В частности, интересно, какой тип данных используется для хранения даты и времени в базе данных, как определяется, к какому UTC надо приводить время из BD, как вообще происходит с организацией времени в организации. На самом деле вопрос решается очень просто. Давайте предположим, что у нас есть какой-то сервер, у которого есть база данных. Также у нас есть на этом сервере какой-нибудь веб-сайт, который хостится на этом сервере. И предположим, что где-то какие-то у нас есть часовые пояса. Причем неважно, какие они, неважно сколько, неважно на что они распределяются и какую территорию занимают. Просто есть какие-то UTC, пояса из которых мы будем клиентами делать запросы к базе данных. К базе данных и к сайту, который эту базу данных использует. И, собственно говоря, вот эту картинку можно разделить на две части вверх и вниз, где будет фронт-энд, это как раз те самые клиенты, и бэк-энд, это как раз тот самый сервер с тем самым сайтом. Ну и вопрос, как же все-таки это организовать? На самом деле ответ прост. На сервере всегда в базе данных хранится DayTime в формате UTC. То есть привязка к нулевому виду меридиала. То есть все относительно одного места. А на клиенты всегда, которые находятся в разных числах поясах, у них есть информация о том, с какого часового пояса делается запрос. Это вшито в браузер, от этого вы не отвертитесь. И при запросе на сервер теоретически может передаваться информация о часовом поясе, который нужно применить вот к этой самой базе данных, которая считается от нуля. Более того, если у вас пользователь неизвестен, то есть он анонимный, то этот запрос можно формировать как... То есть параметр время смещения можно вкладывать как в тело запроса, так и в header, так и в query. String, собственно говоря, это если пользователь неизвестен. Все это можно делать специальными библиотеками, которые могут это понимать. То есть тут как бы никаких проблем нет. Идет речь про frontend, про браузеры и клиенты. Если же ваши, собственно говоря, пользователи авторизованы, то наверняка у них есть профили в этой самой базе данных или в той какой-нибудь, где-нибудь еще, где хранится, обычно хранят смещение часового пояса, который они, собственно говоря, имеют. То есть пользователь заходит с любого часового пояса, а в своем профиле может поставить там, как обычно делается там, Москва или там, не знаю, еще какой-нибудь Хабаров в конце концов. И этот часовой пояс будет также при запросах обрабатываться. То есть при запросе базы данных все OTC-даты переводятся по формату на смещение из того профиля или из того хедера часового смещения, который, собственно говоря, запросил пользователь. Теоретически я могу находиться в одном часовом поясе, а в профиле поставить другой, и я буду получать те даты для того пояса, который я запросил. В общем, это дает какую возможность? Вы можете сдвигать и хранить, допустим, сервера в другой часовой пояс, например, в другом регионе, но это не поменяет никак решение того, собственно река будет обрабатываться. То есть обязательно будет отправляться запрос на сервер с указанием того, в каком часовом поясе вы хотите получить ответ. Это, ну, наверное, решение, да, я так предполагаю. Ну и вопрос 206. Расскажите о случаях в своей практике, если таковые имеются, где вы Legacy Code переработали соствольный Span и Memory, и таким образом сделали более высокопроизводительный код. Ну, друзья, скажу честно, такого кода я не перерабатывал. В общем, я не работал дольше там 5-7 лет в одном месте, где прям нужно было написать на какой-нибудь там версии Дотнет, а потом на Дотнет 7 переписать там Span или иной. Это, на самом деле, такие штуки, которые больше связаны с тем, чтобы правильно написали, что нужно использовать высокопроизводительный код, и зачастую тех механизмов, которые, собственно говоря, используются в приложениях простых, частых, в приложениях для бизнеса, не особо требуется. Я имею в виду, что когда вы работаете с базами данными, с какими-то там бизнес-приложениями, которые там обслуживают там CRM или еще что-то такое, там высокопроизводительный код не особо требуется. Спаны memory введены были для того, чтобы ввести разработку игр, например, или другого типа там каких-то вычислений, которые действительно требуют высокой производительности. В повседневной работе не особо это можно, в общем-то, заметить. Также, собственно, как и было введено понятие value task, когда был task, ввели value task, чтобы оптимизировать и производительность, и расходы по памяти на запрос асинхронный. В общем, в моей практике мне не довелось, хотя были моменты, когда я просто писал новый код на спан, переводил. Ну, это там нюансы связаны с обработкой... Не могу говорить, но, в общем, были связаны с обработкой, да, высокопроизводительный код там действительно требовался. Ну, а так, специально брать и что-то переписывать на высокопроизводительный, когда это и так быстро работает, ну, я, наверное, не вижу в этом смысла. Надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Так, ну и на этом, друзья, я с вами хочу попрощаться. Напоминаю, что мы переехали на Boosty.to.com и, в общем, приходите, подписывайтесь. Много контента, в том числе исходники и новое видео. И, в общем, всего вам доброго и пишите правильный код. Продолжение следует...